Все проверить и не упустить ни одной детали – задача представителей администрации Канавинского района. Они проводят смотр водооткачивающей техники. Если сказать проще, оценивают готовность коммунальщиков к предстоящему потеплению. Помпы, насосы, шланги, даже гидрокостюмы – всего должно быть в достатке. К паводковому периоду мы готовы практически на 100%. У нас сегодня были на смотре предоставлены три единицы техники. Это откачивающие техники, две единицы на базе КАМАЗа и одна единица на базе ЗИЛА. И также у нас была представлена бригада быстрого реагирования с мотопомпами. Свои противопаводковые возможности продемонстрировали 10 организаций, домоуправляющей компании и муниципальные предприятия района и города. О готовности заявили и медики скорой помощи, а также спасатели сводного аварийно-технического отряда. Личный состав аварийно-спасательного отряда готов к выполнению поставленных задач. По паводке, я думаю, все будет в штатном режиме, потому что земля была теплая. В принципе, смотрите, снега прибыли было много, но выморезло все. Поэтому, я думаю, все пройдет в штатном режиме, мы всегда готовы. Каналинский район исторически находится в такой части, где достаточно большое количество испаводковых вод. Но по прошлому году, и я уверен, что в этом году все необходимые действия будут проведены, и паводок мы пройдем спокойно и достаточно подготовились к этому. В районе также проходят профилактические мероприятия, цель которых – предупреждение локальных подтоплений участков дорог и жилого сектора. Между тем, в этом году расширен список организаций, которые могут привлекаться в противопаводковый период. В него вошла компания «Теплоэнерго». На данный момент не привлекали, но договорные отношения и общая договоренность, длина привлечения. В случае необходимости с «Теплоэнерго» есть. Соответственно, они в состав резервов входят по нашему сводному противопаводку отряду. То есть, если бы по прошлому году смотрели, у нас было порядка 10 дней с техникой, в этом году у нас даже больше. Да, мы в большем объеме отряд сформировали, пересмотрели формат и будем его, наоборот, только усилить. Проверка прошла успешно. В свою очередь специалисты напоминают нижегородцам по вопросам подтопления территории. Нужно обращаться в администрации районов. Служба информации Екатерина Васильева.